В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Более 200 человек в Карагандинской области нуждаются в пересадке почек, печени, сердца и легких. Что такое презумпция согласия и у кого после смерти могут изъять органы, выясняли наши корреспонденты. 250 тысяч тенге и диплом самого умного школьника. В Караганде подвели итоги Первой республиканской математической олимпиады имени Алимхана Ермекова. Развитие региона идет стабильно. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дюсибаев совершил рабочую поездку в Жанаркинский район. Более 200 человек в Карагандинской области живут в ожидании своей очереди на трансплантацию различных внутренних органов. Многие из них страдают острой почечной недостаточностью. Но нередко встречаются пациенты, нуждающиеся в печени, сердце и легких. Самое страшное, что возраст ожидающих молодеет с каждым годом. Среди очередников есть и дети. С 2012 года в нашей стране официально практикуется трупная трансплантация. Однако карагандинцы неохотно соглашаются стать донорами после смерти. Инвалида Первой группы Куата Максутова можно назвать настоящим счастливчиком. Он первый карагандинец, которому два года назад пересадили сердце погибшего человека. При этом ждать мужчине пришлось совсем недолго. Несчастье, постигшее 40-летнего алматинца, который погиб в ДТП, обернулось для Куата шансом на спасение. Сердце погибшего привезли из Алматы на самолете. В 5 часов утра врачи приступили к сложной операции, которая длилась более 6 часов. Операция была сделана по квоте, бесплатно. И после операции, реабилитационный период и последующие годы государство обеспечивает бесплатными лекарствами. Куат – одиннадцатый казахстанец, которому заменили сердце. Всего таких счастливчиков в стране около 40 человек. Сейчас Куату 57. Он регулярно принимает иммуностимулирующие препараты. Несмотря на это, мужчина наладил небольшой бизнес по монтажу пластиковых окон. Он избегает физических нагрузок, однако всегда старается помогать хотя бы в мелких заботах цеха. К слову, Куат признался, что и сам подумывает о завещании своих органов нуждающимся пациентам. Такой же позиции придерживаются и остальные его домочадцы. Трупное донорство в Казахстане развивается с 2012 года. Однако специалисты отмечают, что карагандинцы пока что к этому не готовы. Против трансплантации органов погибшего человека выступают близкие родственники. Между тем, органы одного человека могли бы спасти жизни пяти пациентов. Доноров для карагандинцев ищут в других регионах страны. Конечно, среди них и детки есть. У нас по области получается 64 пересаженных, в том числе двое с сердцем, четверо с печенью и семеро детишек. И 14 из них это трупное органное донорство было. Стоит отметить, что в стране существует так называемая презумпция согласия. Если при жизни человек не сделал письменного отказа от донорства, то его органы могут пересадить нуждающимся. Естественно, что в случае протеста родственников трансплантацию никто делать не будет. В Караганде подвели итоги первой олимпиады по математике имени Алимхана Ермекова. Обладателем гран-при и денежной премии в размере 250 тысяч тенге стал школьник из Астаны. На церемонии торжественного закрытия первой республиканской олимпиады по математике имени Алимхана Ермекова побывала Асель Сазанбаева. Текущий год ознаменован юбилейными исторически важными датами. В этом году мы празднуем 25-ю годовщину независимости республики Казахстан, 80-летие Карагандинской области. Кроме того, в эти дни мы отмечаем 125-летие общественного и государственного деятеля, одного из основателей партнела, первого казахского профессора математика, ученого, автора первого учебника на казахском языке, курс высшей математики Алимхана Аберыча Ермекова. Сегодняшняя олимпиада посвящена этой замечательной личности, целью которой является развитие творческих способностей учащихся, о углублении теоретических знаний и практических умений в прикладной математике. В интеллектуальных соревнованиях по одному из самых сложных и важных предметов школьного курса состязались учащиеся 8-9 классов. Школьники прошли серьезный предварительный отбор во всех регионах страны. Олимпиада проходила в два тура на протяжении двух дней – 2 и 3 ноября. Призовой фонд составил более 1 миллиона тенге. Учреждены денежные вознаграждения по 12 призовым местам и пяти номинациям, носящим имена ученых Карагандинской области. Самый крупный денежный приз – обладателю Гран-при – 250 тысяч тенге. Главную награду Гран-при Олимпиады удостоен учащийся 8 класса казахско-турецкого лицея из Астаны – Донат Дюссенбеков. Для мальчика это первая громкая победа. Он стал единственным, кто решил самые сложные задания первого и второго туров Олимпиады. Деньги, полученные за победу, планируют отдать родителям. На Олимпиаду приехал внезапно и без подготовки. Конкуренты были сильными, а также задачи были довольно интересными и немножко сложными. Олимпиада длилась, каждый тур Олимпиады длился 4 часа. Это было сильное напряжение для каждого участника. Но я очень благодарен организаторам и всем участникам Олимпиады. После торжественной части для всех приглашенных был организован праздничный концерт. Продемонстрировать свое мастерство собрались видные творческие коллективы шахтерской столицы. Пока это первая Олимпиада по математике имени Олимпхана Ермекова. Будущим ее планируют сделать ежегодной. О сердце Замбаева же Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима области посетил с рабочей поездкой Жанаркинский район. Асалбек Дюсибаев посетил недавно построенные объекты и провел совещание, на котором были обсуждены итоги социально-экономического развития региона. В ходе рабочей поездки в Жанаркинский район 2 ноября Первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дюсибаев посетил недавно построенные объекты. Это врачебная амбулатория в Яралиевском сельском округе и школа в сельском округе. Стоит отметить, что данные объекты Первый заместитель Акима области посещал и на этапе строительства, в ходе которых дал поручение закончить указанные объекты качественно и в установленные сроки. По школе имени Жумажанова также был вопрос недостатка финансирования строительства, который был решен при участии руководства области. Школа была сдана в сентябре этого года, она рассчитана на 150 мест. Оснащена современным оборудованием, имеются три мультимедийных класса, спортивный зал, актовый зал, столовая, медпункт. Также Асалбек Дюсибаев ознакомился с ходом ремонтных работ детско-юношеской библиотеки в поселке Атасу. Всего 37 проектов, из них 14 проектов по ЖКХ, 7 проектов по культуре спорта Тосуга, Тосуга воздуха, 13 проектов по образованию, 2 проектов по ремонту дорог и по здравоохранению 2 проектов. В принципе у нас никаких вопросов, проблем нет. Барбана Адам Дархамплан от центра занятости безработные, вот 82 человека направлены через центры занятости. Они все работали, получали заработную плату, отчисления пенсионные. В завершении поездки первый заместитель Акима Карагандинской области провел совещание о социально-экономическом развитии Жанаркинского района за 9 месяцев года и проекте бюджета района на 2017 год. Андрей Тенес, Ламбек Успан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Массовая драка с применением ножей, вилок и пневматического оружия произошла в одном из развлекательных комплексов Караганды. В потасовке участвовали около 15 мужчин и женщин. Видеохулиганство попало в интернет. Автор ролика рассказал, что драку спровоцировали группа пьяных мужчин, среди которых якобы были сотрудники правоохранительных органов. Драка произошла в конце июля, однако видео попало в интернет совсем недавно. И сразу набрала более 10 тысяч просмотров. Автор ролика сообщил, что потасовку спровоцировала толпа подвыпивших мужчин. Они приставали к замужним женщинам, в итоге в дело вмешались мужья. Между мужчинами завязалась потасовка, кулачные бои сменились на драку с применением ножей, вилок и пневматического оружия. В ДВД области опровергли информацию об участии в драке полицейских. По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело никто не волокитит, и оно не будет прекращено. В настоящее время принимаются меры по привлечению виновных к ответственности. По факту хулиганства задержан 24-летний житель Караганды. Он помещен в изолятор временного содержания. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В Карагандинской области пациентам ставили сомнительные диагнозы. Такое заключение по итогам проверок сделали специалисты Департамента комитета технического регулирования и метрологии. В региональной службе коммуникации провели очередной брифинг. За 10 месяцев этого года Департаментом комитета технического контроля и метрологии проведено 69 проверок. Из них в 32 предприятиях и организациях установлены различные нарушения. В частности, в 17 медицинских учреждениях диагностические средства измерения не прошли своевременную проверку. Из общего количества проверенных Департаментов поведения больниц и частных медицинских клиник, 17 медицинских учреждений применяли при диагностировании и лечении заболеваний средств измерения, не прошедших своевременную проверку. Тем самым, не было обеспечено достоверность результата измерения при определении и лечении различных заболеваний. В 7-17 предприятиях и организациях выданы предписания об изъятии из эксплуатации средств измерения не прошедших проверку и устранения выявленных нарушений. За допущенные нарушения предприятия и организации привлечены к административной ответственности. Общая сумма шрафов достигла более 9 миллионов тенге. Но не только медицинские организации использовали непроверенные аппараты. На предприятиях торговли ревизоры также обнаружили оборудование, не прошедшее проверку. Особое внимание в департаменте уделяется контролю над сферой торговли ювелирными изделиями. Норма об обязательном проверивании и кремении ювелирных изделий позволяет исключить в случае обмана потребителей продаж контрапаркной продукции и реализации ювелирных изделий без предварительной экспертизы. В целом, по результатам инспекции, выданы предписания на запрет использования 796 единиц непригодных к применению средств измерений. Запрещена реализация семи партий продукции, не соответствующей фактическому весу. Андрей Тенжик, Сылк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Стало известно имя лучшей первичной организации партии Нур-Отан. В конкурсе принимали участие желающие со всей области. Соревнование призвано мотивировать и активизировать деятельность первичных партийных организаций на местах, а также определить самых опытных работников. Лучшие первички региона примут участие в финальной стадии республиканского конкурса, который пройдет в декабре в столице. Победители, кто занимает первые места в различных номинациях, то есть лучшая первичная партийная организация, они далее уже едут на республику и участвуют в республиканском конкурсе на лучшую первичную партийную организацию. Здесь идут по трём категориям. Первая категория – это первичные партийные организации с численностью до 100, дали от 100 до 500 и более 500 тысяч членов партии. Такие у нас первичные партийные организации активно участвовали. В прошлом году мы уже получили очень хорошие результаты. Наша первичная партийная организация на уровне республики заняла второе место. Ну и планируем, что в этом году у нас очень хорошие работы. Я хочу сказать, что первичные партийные организации активно включились в этот процесс и хорошо подготовились. У них даже есть видеосъемки о работе своих первичных организаций. На второй этап областного тура было допущено 35 первичных партийных организаций, в ходе которого члены отборочной комиссии знакомились с презентациями участников. По первой категории конкурса обладателем первого места стала первичная организация «Капласт» – филиала партии района имени Казыбекби. Среди участников второй категории лучшей первичкой названа Аксуа-Юлы Шетского района. В третьей категории лучшей стала ППО «Ютария» из города Жесказган. Работа первичной партийной организации Аксуа-Юлы в основном направлена на благоустройство родного района. Существует организация с 2003 года. У нас сократилось количество членов безработных партийцев. Трудоустроили, например, в поселке ведется строительство дорог, строительство благоустройства. На эти все проекты мы именно безработных партийцев берем на работу. И в основном помогаем молодежи. В нашей партийной организации состоит людей 476 человек. Я уже год являюсь председателем первичной партийной организации. У нас 12 групп. И ведется очень хорошая работа. В завершении торжественного мероприятия лучшим первичным организациям были вручены дипломы, благодарственные письма и подарки. Конкурс проводится второй год. Но это не предел, говорят организаторы. Асиль Сазамбаева, Исламбеку Спана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Плюсы и минусы нового законопроекта. Апробационные службы вновь обсудили сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы области. На этот раз в конференции приняли участие гости из Евросоюза. Они поделились опытом в сфере пробации таких стран, как Англия и Нидерланды. Уголовно-исполнительная система Европы не вносила изменений в свои законодательные акты на протяжении 200 лет. В европейских странах не принято изолировать мелких правонарушителей, которые не несут угрозу обществу. По мнению зарубежных гостей, Казахстану нужно брать пример с таких положительных практик. Служба пробации в европейских странах помогает подозреваемым на стадии досудебного расследования. Подследственные могут попросить инспекторов помочь с восстановлением документов, а также получить у них обширную характеристику. Также инспекторы присутствуют на судах. Обсуждение законопроекта в Караганде проходит в четвертый раз. В конференции приняли участие около 200 сотрудников пробационной службы региона. Они смогли задать зарубежным экспертам наболевшие вопросы. Положительный опыт зарубежных стран, он в принципе приемлем в некоторой части. И вот международные эксперты, они делятся своим опытом с нами. Каким образом у них построен процесс реинтеграции в учреждениях исправительных в странах Западной Европы. Таким образом наши сотрудники, принимая участие в этом семинаре, получат неоценимую поддержку, помощь в развитии службы пробации в Казахстане. По итогам заседания участники пришли к определенным выводам, которые будут направлены в Можлиц. После того, как законопроект одобрят депутаты, его отправят на подпись президенту. Айям Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Далее о спорте. Пензенские хоккеисты прервали победное шествие Сара-Арки. В очередном выездном матче карагандинская команда проиграла клубу «Дизель» со счетом 2-1. Первые шесть минут Сара-Арка имеет игровое преимущество. «Дизель» изредка отвечает контратаками. Вообще, в первом периоде карагандинцы выглядели чуть активнее хозяев льда. Однако до запрошенной шайбы дело так и не дошло. Команды уходят на перерыв при ничейном счете. 0-0. Первые пять минут второго периода идет равная борьба. Атаки «Дизель» очередуются с наступательными действиями Сара-Арки. На восьмой минуте следует ошибка карагандинцев в своей зоне. Александр Макшанцев перехватывает шайбу и в одиночестве атакует ворота Сара-Арки. 1-0. Третий период «Дизель» начинает в меньшинстве. Однако карагандинцы не смогли реализовать это преимущество. Зато в равных составах показали неплохой результат. Бомбардир Сара-Арки Олег Ломако с отрицательного угла бросает шайбу в сторону ворот «Дизеля». Шайба попадает за спину вратаря и влетает в ворота. Счет становится равным. 1-1. На 55-й минуте всего матча дизелист Илья Ямкин с передачи Дмитрия Марченкова проталкивает шайбу в ворота карагандинского голкипера Дениса Перетягина. 2-1. Этот счет продержался до финальной сирены. На протяжении шести игр Сара-Арка не знала поражений. На самом деле тяжело что-то комментировать, когда команда играла первые 10 минут. В остальное время она только присутствовала, создавала вид. То есть, как бы, конечно, заслуга соперника не дала нашей команде создавать моменты, играть больше в атаке. Ну, еще раз повторюсь, что те моменты, те моменты, которые наша команда, да, в игровом плане практически ничего не выгоняло. Не тренерскую установку. Будем разбираться, делать выводы. На послематчевой пресс-конференции журналисты интересовались причинами поражения Сара-Арки. Наставник карагандинцев затруднился назвать главную причину. Причины, то есть, почему так, после вроде удачной серии, команда, я бы не сказал, что не было настроя, желания. Но, к сожалению, получилось так, как сегодня получилось. Следующий матч на выезде карагандинский клуб проведет в Саратове 5 ноября. В городе на Волге Сара-Арка встретится с местным клубом «Кристалл». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Спасибо за поддержку. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин